сразу забрасываю с руки вот так вот запутываю кого-то и сейчас клюнет конечно будет нонсенс сразу глубина где-то ну под метр наверно под нами мишаня мишаня топчет вообще здоровые всем привет меня зовут николай алексеев с вами снова с насти здрасте в этом выпуске как и обещали продолжаем разваливать товары с алиэкспресс у нас остались воблеры стайка рыбки удочка ручка которая выдержала практически 6 полных килограммов и воблер вибратор еще и светится погнали специально для этого выпуска мы приехали в западную сибирь озеро темряк здоровенное озеро даже практически не видно того берега говорят что рыба здесь точно есть то есть разловить можно вопрос правильно подход привезли с собой отправили точнее транспортной компании лодку наш прототип уже вторая версия в карбоновом уже в черном исполнении есть небольшие замечания ну и в принципе наверное скоро уже появится в магазинах и можно будет даже заказать себе с нашим логотипом пока это вот такой прототип без всяких номеров и надписей значит улочку вы могли видеть в одном из зимних выпусков когда мы делали обзор алиэкспресс и была еще одна такая в сереньком корпусе она прямо удивила тем что помимо того что у нее идеальная парабола она еще и достаточно большой вес выдерживает те кто не смотрел ссылочку оставлю в описании давайте очень разбираться чудного и катушка из коробки еще воды не видел уже сейчас свистит люфтит и хрустит у пока метр намотаешь устанешь лесоемкость не знаю ну метров плетенки по японии двойка ну фиг знает метров 20 наверно точно влезает легко ну в принципе тут много то и не надо потому что скорее всего это ответственная ловли забрасывать такой катушкой проблематично хотя мы попробуем все-таки воблер но хотя бы на какое-то расстояние закинуть потому что вибрирующий воблер у кувшинок может быть соберут крупных окунь а здесь любят окунь кружится у кувшинок в длине не замерял ну где-то сейчас скажу сколько вместе с ручкой ровно метр я вам так скажу сто процентов у меня вот так вот измерено метр на и смотрите по обзору раз два три четыре пять шестиколенная четыре кольца на одинаковом практически расстояние расположены есть какие-то керамические вставки сами кольца рамы металлические достаточно эластичная чувствуется материал возможно даже чуть-чуть присутствует карбона но скорее всего стеклопластик катушка держатель металлический с верхней гайкой ручка гладкая идеально чтобы наверное сделано чтобы ну чешуя не так налипала черная глянцевая катушка из какого-то не знаю то ли пластиковая то ли какой-то сплав самого дешевого металла ручка металлическая цельная причем металлическая на подшипников нет есть соответственно вот такой фрикцион своеобразный чтобы сильно ну как бы затягиваешь и тяжело сходит расслабляешь и поехалось надо опустить приманку есть такая кнопка стопора то есть если вдруг ты все трофей ты нажимаешь на эту кнопку и плетенка практически не разматывается тяжело в принципе это чисто декоративная удочка но ее использовать как подарки больше то есть другую комната там рыболову подарил она в компактном состоянии где-то вот сантиметров наверно 25 и в любой ручной клади в любом багаже и можно провести в любую страну мира это кстати плюс короче поехали правдеваем кольца плетенку колечки тоненькие мне кажется это сделано для того чтобы облегчить всю конструкцию чтобы не было сильной нагрузки во время ловли имею ввиду чтобы не было дискомфорта то есть море какая пора была можно так говорить то есть принципе то карта колец нормально так начнала сюда поставить какую-нибудь застежку и как показал вчерашний вечер у нас был такой установочный мы вчера только приехали слезли с болотохода поймали несколько щук поймали несколько окуней мы нашли такое место точнее нашего мешание случайно мы кидали 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 не клюют просто на дурака опустили этот как твистер с борта глубина где-то полметра и начали ловиться окуни мы их настолько раздраконили что они стали клевать прямо с борта лодки поэтому сегодня попробуем разловить эту удочку прямо с борта лодки причем окуни попадали вчера у миши до 700 граммов очень интересно нас что способна и как будет отрабатывать на это рыбе удочка погнали нацепили воблер сейчас сделаем попробуем сделать первый исторический заброс воблер что думаешь полетит больно как ударила на пальцы убирать сейчас подожди полетит на несколько метров полетит так ну то есть на метр смотрите суспендер мешает и видел почти суспендер смотри ну смотри вот он раз медленно-медленно всплывает я думаю что на него в принципе можно поймать только вот так забрасывать оба мишань я сейчас чувствую что я точно его разловлю первый в истории лодки снастью здрасте заплыв ну в этом варианте оставаться тебе место оставить мотор у нас есть но я так скажу вам что какая-то пердушка трестушка я думаю что вдвоем мы даже на глиссер не вы не увидим так что пора наверно обзавестись нормальным мотором хотя бы 9 и 9 лошадиных сил кого есть предложение пишите на рабочую почту снасти здрасте собака яндекс точка есть под каждым видео поехали что вот на этой пердушке до передача 1 только прямая вперед а на задней нету вот что значит неправильные моторы страшно ехать даже а брак этот день когда я сел за баранку это драндулета так значит начнем наверное так как здесь вроде как уку немного возьмем червячков съедобные солененькие гарри мамото или самому ру не помню что такое отщипнем кусочек оба такое благо я всегда с тобой беру крючочки там картика или карачка половить возьмем такой крючок размером 6 вот так осталось чтоб наверняка насадим червячочек как насадить чтобы они вот так вешать не или пополам у меня же есть вообще вот бомба вообще чик-чик-чик вот так у час дела с лари чем есть такой зажим раз вот так вот сюда зацепил как типа микровейки называется и вот так вот лопа ну бомба же чик-чик-чик вот так расшатаешь соленка цепляем боблер пока оставим это у нас уже следующий уровень мастерства на такую удочку забрасывать забрасывать заброс что-то нагрузки не хватает не да а а а а а а а а на все они сразу находят не надо приманить миша не поймал причем нарвал здорового размера все свалится сейчас они придут смотрите 1 до червяка кстати я вам скажу что прикольно но лайтовую снасть даже таких окуньков половить за борта убежала убежал червячок спуск на спуск отработать о-о-о-о-о по 2 смотрите а папа на только ну-ка 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 пока падает они прямо тут оба свалился короче червяк мертвый на него не особо даже при том что он съедобный клюет а вот у миша стоит нарвал смотрите у нее стоит нарвал чупи tail то есть надо чтобы какая-то играла блин он крупный может хвост от него отцепить давай укрупняемся уже вся изрезанная окунями и шарпана такая но здесь вода болотного цвета то есть вообще ничего не видно прозрак но несколько десятков сантиметров может 10-15 и возможно эти раздражители и даю знать то что у миши вот стоит стояла удочка вот просто с борта пока он снимает на камеру у него там сажались они просто за хвост садятся были можно дождать дольше смотрите за голову схватил не ну в принципе а чего нет и на безрыбье укуни красивые сносики зимой за таких вот еще один сразу же 1 отпустил этот засекся то есть размер такой стандартный вообще ничего не делаешь то есть просто оставляешь удочку и балдеешь вот они смотри папа за хвост нин мы ждем трофейного весело клюет добавился даже багрится концентрация тут конечно его главное просто найти точку и правильной приманкой правильной игрой его сманить на вот он долгит все кси лишь всекается размер вот и смотрите промельчение размер приманки размера укуня причем очень часто что он прямо складывает туда и торчит одна просто джигаловка ну чё ждем трофея об хороший хороший миша миша хороший вот это размера и сюда только что говорил про размер приманки смотрите все в шахте окунь граммов 300 но по сравнению с уточкой залить размер кайфовый был крови капает глубоко взял прямо жабры придется его наверно на коптилку взять вот такие здоровенные окуни причем зимой центральной части россии это рекорда и летом даже такого поймать это ну дорогого стоит а здесь какие-то мужики сзади стоят нифига не ловит мы просто пришли в отвес нацепили какой-то красно-оранжий бело-оранжевый твистер виброхвост точнее вот такие здоровые окуни а почти ртышский на китайскую удочку с алиэкспресс смотрите как сложил он смотри без шанса просто сложил приманку как судак классно размер руками вот так вот сделал немножко кровью покапал нормальная игра на чик-чик нет миша давай уловим уж там все здоровые бежды так ночью понятно на твистер клюет если уже пришло время эксперимента рыба присутствует достаточно приличного размера глотает это кто-то к настоял ты что ли ты чё прикалываешься к их ногами блин лопата я думаю чё его крутит и он к их ногами короче поставил все-таки воблер потому что вроде как окуня мы собрали сейчас попробуем попробовать попробуем попробовать на воблер поймать миша не взялся воблер покрупнее вот такого размер 245 а чё не то может как щас к клюнет клюнет давай миша не с богом значит на лоб же нет пока не клюнул с первого заброса вот На резину клюет. Что-то покидали мы, в общем, воблеры, не клюет на них, потому что идет по поверхности, достаточно... Да что они докусаются-то? Короче, идет по поверхности, рыбу не собирает, никто не вышел за ним. Сейчас вот прямо в этой же секунде, прямо без одним кадром, мишань, да, вот быстренько сейчас я снимаю вот эту. Снимая. Быстренько. Воблер. Насаживаю криво насаженный Чупитейл. Ну, Миша посчитал, что так правильно будет. Креативные приманки. Креативные приманки у нас, потому что... Сразу забрасываю с руки вот так вот, запутываю кого-то. Если сейчас клюнет, конечно, будет нонсенс. Вот сразу. Глубина где-то, ну, под метр, наверное, под нами. Мишаня! Мишаня, там что-то вообще здоровое. Костя, здоровое что-то! А-а-а! Пацак! Пацак-то не взяли, на берегу оставили. Кто ждал-то, что тут такие размеры клюет? Сейчас как баса будем в рот принимать тогда. Вроде сидит нормально, вроде пробил даже. Только бы не выплюнул. Не, хорошо, за губу. Давай, давай, все, успокоились. Ну, это под кило уже. Под кило. Опа! Барабанная дробь. Опа! А-а-а! Смотрите, какой размер. Китайская удочка и килограммовый окунь. Эксклюзивные и только в снасти. Здрасте! Слушайте, ну вот сейчас, вы видели, да? Одним кадром просто переставил воблер. Может быть, я как-то раздраконил тут рыбу. Но сразу, с первого же заброса, как дал, забросил вот этот твистер. Неправильно насаженный, креативно, мишей, кешку, ногами. И сразу, с первого заброса, килограммовый окунь. Жару, конечно, дал. Я прям адреналина получил, неимоверное количество. Ну, это кило, пацаны. Это кило. Толстый, упитанный, с полным брюхом. Китайская удочка с Алиэкспресс. Офигительно справилась. Катушка, конечно, редкостная. Г, но удочка прикольная. Прямо ощущение кайфовое. Еще можно сюда и леску поставить, и катушечку хотя бы, ну, какую-нибудь зимнюю. И таких окуней. Блин, и я, кстати, сегодня поставил, похоже, свой летний рекорд по окуню. На китайскую удочку с Алиэкспресс. Все, давайте отпускать его, чтобы на улице уже по 30 градусов. Они быстро сохнут. Давай, килошничек. Давай, зави там двушку. Раз. Сколько вот за один цикл, пять минут можно поймать рыбу? Раз. Два. Три. Четыре. Еще бы щука десяткой клюнула. Не, а вдруг щука десяткой. Интересно, что на воблере вообще не клеишь. Да. Так, прикольно. Долбер. Пять. Два. Два. Два видел? Два. Восемь. Девять. Ох, какая хорошая поклевка была. Десять. Размер. Сколько это сантиметров? Восемнадцать? Пол с реманки. Но рыба больше. Одиннадцать. Двенадцать. Тринадцать. Четырнадцать. Да. Сейчас нужно. Пятнадцать. Шестнадцать. Семнадцать. Короче, я сейчас засек. Пять минут поставил. Поймал восемнадцать окуней на Чупи Тел. Ну и сейчас пришло время на тропу войны. На арену Бесстрашия выходит самый вибрирующий из всех вибрирующих воблеров. Говорят, ловит. Везде. Всегда. Все. Как вот эта вот чудесная прикормка, которую тоже на Ютубе рекламировали. Сейчас проверим, возбудит он окуней или нет. Ну, смотрите, то есть по ТТХ, кто смотрел выпуски, он вибрирует, жужжит. Весь такой, короче, весь правильный. И еще мигает. У него еще есть огонек. И помимо того, что он жужжит, он делает паузу. пауза пауза как это происходит слышно ну сейчас не очень слышно жжит я чувствую по удочке прямо через плетенку жжит мама люси я вам скажу ос пауза вибрирует вообще жесть как короче единственная проблема в том что он не тонет нифига все поклевки окуня идут прямо в придонном слое поэтому у меня есть джиг головка сейчас попробуем его а грузить я прямо даже вот наверно не буду ничего делать прямо джигу сюда сверху на сумму вот так вот нам же не нужно чтобы он сильно играл то об чем тонете о смотрите тонет и вибрирует мишань ты готов наступает то самое время вовле на огруженные воблер и учету глубоко тут как-то ночью поймаем или нет да была поклевка по крайней что-то долбит но как-то так неохотно есть вибрирующий воблер первый окунь но и я так скажу что по поймал рыбу про вибрируй называется все запас так обловили блин джиг головка свалилась может на троллинг пойдем подводя итоги теста в принципе удочка хоть и такая бюджетненько но ловите и вытаскивать рыбу в отвес достаточно прикольно сюда только поменять катушечку более менее адекватную поставить хотя бы хотя бы ну какой-нибудь зимнюю инерционную и будет нормальный комплект для ловли в отвес может быть для каких-то там поездок по воблерам рыбки не сумели разловить окуни не клюют они почему-то клюют только в отвес на в заброс вообще никаких реакций как будто и ловишь в болоте ни одной поклевки не видели с этими жужжащими один сошел с ума уже минут 20 наверное вибрирует скорее всего попала вода во внутрь замкнул ну мне так кажется и он просто вибрирует и не останавливается на него мы поймали окуня но только с подгрузкой в в заброс на равномерной проводки на твичовой проводки поклевок тоже нет такой чувства будто рыбы тоже нет вот вся рыба клюет почему-то в ответ я не знаю чем это обусловлено причем ее неимоверное количество ну походу он будет вибрировать пока зарядка не кончится значит придется эти воблеры перенести в другие выпуски и попробовать может быть там по разного размера щуки потвичить хотя бы на стайке рыбки да и этот принципе неплохо играет на равномерной проводки единственное что скорее всего ну возможно он сломается и вибрировать больше не будет а может и слава богу пугать не будет никого да не там вообще нет даже никакого мишан давай твистер ставить разочек но не работает кин разочек ты говоришь да все кувшинки забрал поста а